Пока компактные кроссоверы пользуются спросом, производители активно разрабатывают именно такие модели. Поэтому новость о премьерах поступает чуть ли не каждую неделю. Вот и бренд Lexus решил застолбить место в популярном сегменте, представив новую модель LBX. Машина построена на базе паркетника Toyota Yaris Cross, но получила полностью оригинальный дизайн в новом фирменном стиле компании. Длина 4190 мм. Модель будет предлагаться только в гибридном исполнении. В компании с батареей идет полуторалитровая атмосферная тройка с электромеханическим вариатором. Пиковая отдача 136 лошадиных сил. В базе передний привод, а опциональный полный подключается за счет второго электромотора на задней оси. Старт производства ожидается в конце года. Китайский бренд Exit нам уже хорошо известен, как и его компактная модель LX. И недавно в Китае состоялась премьера второго поколения паркетника. Правда, внешне машина практически не изменилась. Новый только салон. Его главный элемент – большой сдвоенный дисплей на передней панели. За управлением функционалом отвечает новейшая операционная система. Базовый LX оснащается полуторалитровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил и вариатором. Дальше идет версия с наддувным двигателем на 197 лошадей, которому полагается семиступенчатый робот. Венчает гамму под заряжаемый гибрид суммарной отдачи 326 лошадиных сил. В этом году российское представительство Exit обещало обновить весь модельный ряд. Так что и новый LX вскоре появится в салонах. Еще один китайский бренд Хун Ци показал свою компактную модель HS3. Это довольно крупный по меркам сегмента автомобиль. 4655 мм в длину и 1900 в ширину. Диаметр колесных дисков 20 дюймов. В салоне виртуальная приборная панель и большой экран медиасистемы, на которой завязан основной функционал. Под капотом двухлитровый турбомотор мощностью 252 лошадиные силы. Коробка восьмиступенчатый автомат. В будущем появится мягкий гибрид с 48-вольтовым генератором. Старт продаж HS3 намечен на середину лета. Кстати, недавно бренд Хун Ци официально вышел на наш рынок. Правда, тройки в российской линейке пока нет. Но начало положено. Кроме того, скоро в российских салонах появятся компактные кроссоверы от нового бренда Jacko. А также от локализованных в Калининграде марок Kaya и Bake. Ждать осталось недолго.